здравствуйте с вами снова александр сегодня расскажу о детском кресле от компании грака о бренде грака я никогда вам не рассказывал поэтому это наверно первый обзор этого бренда у меня на канале моделька называется у нас миллистоун и это кресло универсальной категории 0 1 2 3 кресла то бишь с рождения до 12 лет мне можно ездить я сразу его сейчас оставил для вас начале ролика в этом положении для того чтобы вы самого начала увидели его у нас уже сразу в готовом виде для новорожденного ребенка устанавливается она естественно против хода движения для маленького потом разворачивается вот смотрите по наклону вот так вот не убирая руки сразу вам видно как лежит ребенок напоминаю горизонтально лежать нельзя в автомобиле только вот обязательно полусогнутом состоянии ребенок должен быть сгруппирован и полусогнут это для безопасности делается поэтому и новорожденные дети пытайтесь возить детей маленьких как можно меньше по времени в кресле месяца до 4 вообще в минимизируйте поездки потому что ребенок здесь полусидит и этого долго делать нельзя для ребенка вот собственно вот так ребенок у нас едет против хода движения кстати в положении против хода у нас все равно остается возможность регулировать кресло двух положениях сейчас разверну вам покажу маленький небольшой свободный ход здесь есть можно еще чуть больше посадить ребеночка когда подрастет так сразу же хочу обратить ваше внимание как она закреплена здесь система изофикса нет она закреплена на ремень вот на ремень закреплена одна часть у нас проходит под ребеночком а вторая часть вот отсюда вам более видно проходит у нас по задней спинке ну и соответственно все потом просто натянули и она стоит хорошо причем стоит очень крепко так вытаскиваем что хорошо что под ребенком все проходит и ребенка в принципе никаким образом не касается видите так раз и все сейчас мы его с вами развернем к вам лицом вот по ходу движения естественно уже наклона такого сильного не будет не обращайте внимание на цвет есть и более мужские цвета это у нас цвет непосредственно для девочки розовенький такой вот так смотрим что она себя представляет по движению по ходу по ходу движениям опять же с 9 месяцев мы уже можем ездить по ходу движениям и для маленького у нас здесь ребеночка есть вот такой маленький вкладыш мягенький вполне себе отличная вещь принципе даже для подросшего ребенка летом можно не убирать будет помягче принципе прикольно дальше крепится у нас ребенок естественно пятиточечными ремнями вот кстати еще мягкий вкладыш здесь есть в подголовнике он по высоте тоже вкладыша по высоте регулируется обычная вкладыши никак не регулируется так вот у нас сейчас уже для подросшего чуть-чуть ребеночка кресла и что мы видим у нас высота кресли регулируется реально до каких-то нереальных размеров очень большой диапазон регулируется ремни вместе с ростом подголовника и хочу обратить ваше внимание сколько здесь места кресло очень просторная широкая зимой даже если вы все-таки хоть и нельзя этого делать в куртке будете возить ребенка он здесь будет помещаться вот запаса ремней будет хватать точно так что касается материалов давайте сразу скажу материал он тактильно принципе не раздражает но такой грубоватый материал и не могу назвать его мягким каким-то но сразу видно он износостойкий на нем тяжело оставить зацепку видимо сделан хорошо на века чуть мягче и приятнее тактильный материал непосредственно там где лицо ребенка касается щечки вот здесь вот на подголовник и сделан мягкий материал еще что интересно на подголовнике под голову пардон не подголовник подлокотник бит резиной и обычно или ткань или просто пластик оставляет а здесь ткани нет но резина и он такой не скользит получается ну прикольно зато плоский удобный подлокотник мы мерили детей посадка тут годная вполне отлично сидит ребеночек так что касается безопасности европейская сертификация есть принципе ездить можно дальше давайте по креплению покажу вам по ходу движения здесь у нас в принципе с этим все хорошо у нас здесь есть натяжитель ремня это очень круто натяжение это хорошая альтернатива изофиксу а вот смотрите хочу сразу показать вам здесь индикация о том когда и как нужно в каких положениях можно использовать какие наклоны так по движению по ходу движения у нас получается вот мы сидим и вот это у нас максимальный в принципе наклон по ходу движения вот так уже делать нельзя это положение против хода движения здесь об этом и говорится только против хода можно в синей зоне стрелочку держать так смотрите что мы делаем для установки по ходу движения пропускаем ремешочек в отверстие здесь видите ремешочек мы его достаем защелкиваем натягиваем нижней тянем отсюда верхней я просовываю с моей стороны ремешок вот сюда отодвигают эту ручку и соответственно в перетяну соответственно что есть силы натягиваю и вот таким образом установив кресло мы имеем эффективность крепления не хуже чем на изофиксы вот эти вот натяжители это реально хорошая выдумка так придумка изобретение вот и это нам дает хорошую плотность крепления где даже вот руку я не могу просунуть ни под сиденье как она стоит как вкопанное и мы не потеряли тем самым возможность регулировки наклона и даже когда единственное когда мы уже будем крепить ребенка взрослым ремнем вот тогда мы теряем вот этот вариант крепления вот этот вариант мы используем пока крепим с пятиточечными ремнями потом уже с сожалению этого делать не получится потому что у нас основной ремень вот этот уже крепит ребенка точно так же как вы крепите себя взрослым в автомобиле вот здесь в подголовнике у нас направляющий проводим сюда ремешок вот ну и соответственно здесь застегиваем единственное не сказал нужно будет предварительно снять ремни не ремни легко стегиваются это не проблема так вот вам видно вот так у нас получается будет крепиться ребенок с креслом вместе когда уже перейдет в 2-3 группу от метро роста вот как это будет выглядеть ну считаем что здесь нет этих ремней мы их убрали как будто бы и вот соответственно так крепим принципе по креплениям добавить больше нечего ну вот что из плюсов можно отметить в этой модели то что она полностью универсальная с рождения до 12 лет ткань да она тактильная не самая приятная но зато она не через год через два не выглядит как будто и уже лет десять износостойкая ткани на других креслах уже поюзанных очень видел такие ткани она действительно хорошая надежная ткань по посадке мне нравится в принципе и клиенты тоже подмечают это то что по посадке здесь все отлично кстати из комфорта что у нас еще есть есть еще в комплекте подстаканник который крепится с любой сторон подстаканник глубокий знаете это далеко не во всех креслах такая опция есть вот принципе все здесь стать есть усиленная боковая защита при боковом дтп тоже это очень круто не знаю по большому счету хороший такой середнячок получился у граком цена-качество соотношение годное вот поэтому что-то средне бюджетненькое такое ищите и универсальное можете смело на него обращать внимание изучить посмотреть нравится если то берете вот ну а по ссылочке внизу в описании на сайте мир автокресел пройдете там будет актуальная цена принципе доставка хоть день в день там принципе все как вам удобно вот и там же есть точные характеристики этого кресла размеры сантиметры вес там все все точная информация будет так принципе все добавить не уже нечего нравится покупайте можно на него обратить внимание вот и заключение если это видео вам было полезно интересно что то вы для себя интересное подчеркнули полезное вот ставьте лайки подписывайтесь на канал и большое спасибо миру автокресел за то что предоставил на обзор кресло грака а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора и всего доброго